Первый с конца. В США опубликовали рейтинг американских президентов за всю историю страны. Кто его возглавил и почему Дональд Трамп, который в этом опросе впервые, оказался так низко? Знает Дмитрий Анопченко, он в Вашингтоне. Выставить каждому из американских президентов оценку от нуля до ста баллов. Хьюстонский университет попросил ученых из Академии политических наук США. Необходимо было учесть заслуги перед страной, личные качества, реформы и политическое наследие. В итоге результат даже самих составителей рейтинга удивил. На первом месте 95 баллов из 100, 16-й президент Америки Аврам Линкольн. Политик, который лично руководил армией во время войны Севера и Юга. Человек, по сути, отменивший рабство. Первый президент, которого убили. Самый популярный и любимый глава государства среди американцев. Далее в рейтинге это тоже неудивительно. Джош Уашингтон, первый президент Америки и, между прочим, единственный политик в истории страны, который на выборах получил 100% голосов. Рейтинг продолжают оба Рузвельта, Джефферсон, Труман и Айзенхауэр. Эти первые 7 позиций президентского авторитетного рейтинга не меняются все годы, сколько проводится опросы экспертов. Ну а начиная с 8-й позиции, как раз сплошные сюрпризы. На 8-м месте неожиданно оказался Барак Обама. Первому в истории афроамериканцу, возглавившему Белый дом, дали 71 балл из 100. Он сразу на 10 позиций поднялся. Дескать, все познается в сравнении. И если в последние годы его президентства накопились усталость и разочарование, то со временем работу Обамы оценивают по-другому. Но самая большая неожиданность, как Дональда Трампа оценили, а он впервые в этом списке. Действующий президент оказался последним всего 12 баллов из 100. А это значит, многие ученые ему не просто низкие оценки, а вообще ноль ставили. При этом Трамп уступил даже тем президентам, о которых в американской истории принято вспоминать исключительно негативно. Ну вот спросите любого школьника. Он вам скажет, на уроках говорят, что худшим главой государства в истории был 15-й президент. Президент Бьюкеннон, при котором страна начала разваливаться. Еще вспомнят Гаррисона, который на президентском посту вообще ничего не сделал, потому что в день своей инаугурации легко оделся, простудился, тяжело заболел и вскоре умер. Но американские эксперты, составляя президентский рейтинг, поставили Трампа ниже даже этих персонажей, о которых в каждом учебнике написано. К моменту эфира сам Трамп на это никак еще не отреагировал. Даже твит не написал. Возможно, чуть позже заявит, что рейтинг не объективен. И в какой-то степени это действительно так. Скорее всего, политологи пошли на демонстративный шаг, чтобы показать и Америке, и президенту, как много у него противников. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.